А знаете ли вы, традиционный французский завтрак, круассан с кофе, на самом деле имеет турецкие корни? Есть несколько легенд о том, как они появились в Европе. Произошло это в 1683 году, когда османы под командованием кора Мустафа Паши осаждали Вену. Астрийская столица была готова сдаться, если бы не немецко-польские войска, подоспевшие на помощь. Туркам пришлось отступить. По одной из версий, Вене помогли местные булочники, которые просыпались раньше всех. Именно они увидели, что турки готовят подкоп и подняли тревогу. А уже потом в честь этого события изготовили булочки в форме османского полумесяца. По другой же версии, всему виной некий серб, который пробрался в лагерь к туркам, и те напоили его кофе, которого он прежде не пробовал. Спустя время он вернулся в Вену и открыл первую в Европе кофейню, где выпекал то, что впоследствии назовут круассанами. И, наконец, третья версия. Османы попросту забыли несколько мешков с кофе у стен крепости, а венцы подобрали их и так узнали о необычном напитке. Кондитер же, которому достались мешки, в знак благодарности придумал выпечку в форме турецкого полумесяца. Во Францию рогалики попали спустя сто лет, когда Мария Антуанетта, которая была родом из Вены, вышла замуж за Людовика XVI. Она-то и привезла рогалики с собой в Париж. Кстати, слово круассан по-французски означает полумесяц. Субтитры создавал DimaTorzok